Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зера Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Маленькие дети обычно подчиняются власти. Они смотрят на родителей, учителей, на тех, у кого власть, зачастую смотрят иначе, чем взрослые. И эта готовность признавать власть, присущая маленьким детям, это духовная черта, которая очень угодна Богу. Потому что мы будем ходить в послушании, жить похвальной жизнью тогда, и только тогда, когда будем признавать власть Бога в нашей жизни. Возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 19 главу. Евангелие от Матфея, 19 глава. В предыдущей 18 главе мы видели, что Мессия предупредил людей о том, чтобы не быть камнем преткновения, соблазном, не приводить малых сих детей к тому, чтобы они преткнулись в своей вере, отошли от путей Божьих. И что мы увидим? Начиная наше занятие в этот раз, как маленькие дети являются основополагающим в этом разделе. Итак, посмотрите 13 стих. Евангелие от Матфея, 19 глава, 13 стих. Мы читаем здесь. «Тогда приведены были к Нему, то есть к Ешуа, приведены были к Нему дети». И это слово означает именно это. Это слово относится к очень маленьким детям. Часто мы говорим, что дети быстро схватывают, их взгляды легко формировать. Вот об этом как раз и говорит Писание. О том, как маленькие дети, если вы воспитываете их и вкладываете в них духовные вещи, то обычно бывает хороший отклик. Вы знаете, многие люди, которые приходят к вере, то есть принимают Евангелие, до своего 18-летия. Вот почему так важно, чтобы мы видели все правильно относительно этого места Писания и маленьких детей. Таким образом происходит что-то хорошее. Снова посмотрите 13 стих. «Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился». Это была обычная и нормальная традиция среди духовных лидеров Израиля, когда люди приводили детей и просили лидеров, которые пользовались уважением в общине, которые демонстрировали послужение Богу, чувствительность к Его делам, у которых было свидетельство, которые видела община, что они послушны своему Богу, и просили благословить их детей. Так что происходящее здесь не является чем-то необычным. Но вот что происходит дальше. Является. Потому что в то время, когда это происходило, посмотрите вторую часть 13 стиха. «Ученики же...» И это еще один пример того, как ученики... Мессия движется дальше. Его интересует одно, но ученики думают о чем-то другом. Итак, эти люди привели маленьких, впечатлительных детей к Ешуа, чтобы Он возложил на них руки, благословил их и также помолился за них. «Ученики же...» Середина 13 стиха. «Ученики же запретили им...» Это интересно, потому что это слово... Мы бы подумали, что ученики запретили приводящим детей. Но это слово появляется несколько раз. И каждый раз, когда оно появляется в этом разделе, оно появляется в отношении маленьких детей. И это показывает, как ученики не воспринимают... Они не понимают цель, план, духовную истину, которой Мессия хочет поделиться с ними. Это приводит нас к очень важному вопросу. И вот к какому? Вот мы с вами. Мы, которые считаемся Его учениками, движемся ли мы в таком же направлении, что и Он? Следуем ли мы руководству Святого Духа? Возрастаем ли мы послушании и понимании путей Божьих? Живем ли мы жизнью Мессии в нас и через нас? Есть ли свидетельство относительно этого? Или же Дух Святой ведет нас в одном направлении, а мы идем в другом? Итак, эти ученики запретили им. И как я сказал, если мы уделим внимание грамматическому термину им, то это относится к маленьким детям. Они отвели их в сторону, вмешиваясь в намерение тех, кто привел этих детей. Обратите внимание на ответ Мессии. И мы видим тот же самый союз, который выражает контраст различия. Но Иешуа сказал, «Пустите детей, разрешите им, и не препятствуйте, не запрещайте им приходить ко Мне». Эти два слова здесь очень важны. Если у вас раввинский бэкграунд, вы знаете, что это за слова и почему это так значимо. И я говорю вам о слове «пустить» или «позволить», и слове «препятствовать» или «запрещать». Видите ли, тот, кто хочет быть духовным лидером в иудаизме, раввином, одно из первых, что он изучает, это то, что мутар разрешено, дозволено, и то, что асур недопустимо или запрещено. И когда мы смотрим этот текст, вот что он доносит до нас. Ученики, хотя даже, и помните, мы движемся к концу Евангелия от Матфея. очень скоро Мессия пойдет в Иерусалим в последний раз. И вот Ишуа учил этих 12 человек примерно 3 года. И Писание говорит нам, что ученики не усваивают основы иудаизма, веры Авраама, Исаака и Иакова. И опять-таки, этот пример, чтобы научить нас с вами, читающих о том, что ученики не растут в своем понимании восприятии того, что делает Мессия. Итак, Ишуа говорит, 14 стих, «Пустите детей, разрешите им, и не препятствуйте, не запрещайте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Мы увидим здесь акцент на Царстве Небесном, начиная с этого 14 стиха. И это будет основополагающим для следующего Местописания, потому что мы встретимся с тем, кто не понимает, как подчиняться власти. И неудача человека в этом деле остановит его духовный рост, помешает его духовному созреванию и способности следовать за Ишуа. Так что один из основополагающих вопросов, которые нам надо задавать каждый день, это «Признаю ли я власть Ишуа в своей жизни? Я подчиняюсь? Я смиряю себя? Я следую Божьей воле?» И есть неразрывная связь между подчинением власти Бога и следованием Его воли. Итак, Он говорит ученикам нечто очень важное. «Пустите детей, разрешите им, не препятствуйте, не запрещайте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И что Он сделал? «И, возложив на них руки, пошел оттуда». Это всего лишь два стиха, но опять-таки они закладывают основание того, что мы будем изучать на этом занятии. Мы читаем в следующей части, в 16 стихе, очень важную фразу. «И вот». Я много раз делился с вами о том, что фраза «И вот» должна привлечь наше внимание. Мы должны видеть, что тем самым Писание говорит читающему. Это важно. То есть, это главный отрывок. То, что говорилось о маленьких детях, лишь вело фундаментальный принцип, научило тому, что будет применено теперь для того, чтобы мы поняли текст. Еще раз посмотрите 16 стих. «И вот, один подойдя, сказал ему». То есть, он подошел и сказал Иешуа. В другом отрывке. Один из лидеров. То есть, у него было откровение. Он должен был быть зрелым, понимающим законы Бога, заповеди Моисея, уважаемым человеком. И хотя он был молод, мы увидим что-то. У него было большое состояние. Итак, этот человек приходит и разговаривает с Иешуа. Он говорит ему, вторая часть 16 стиха. «Учитель благой, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Когда же мы слышим фразу «вечная жизнь», мы обычно думаем о вхождении в царство. И это, вероятно, основополагающее здесь. Но вечная жизнь также говорит и о поведении, что мы демонстрируем эту фразу, вечная жизнь. Нам надо понимать ее как жизнь царства. Мы должны показывать, во что мы верим с того момента, как уверовали. Должны быть вводимыми святым духом и демонстрировать характер царства, принимать решения царства. Мы должны сейчас жить соответственно тому, как все будет в царстве Божьем. Вот что значит. «Да придет царствие твое, да будет воля твоя». В конечном итоге это станет реальностью. Но мы, чтобы иметь надлежащее свидетельство быть людьми, живущими похвальной жизнью, должны демонстрировать это сейчас, в этом веке. Вот почему мы здесь. Вот почему мы были наполнены Святым Духом. Вот почему мы слуги, ученики Мессии. Этот человек приходит и говорит очень чтящим образом. Он говорит, «Учитель благой, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» 17 стих. Обратите внимание и не сделайте ошибку, которую многие люди делают относительно ответа Ишуа. 17 стих. Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим?» И вот, что думают те, кто не обучен надлежащим образом в Слове Божьем, в методологиях толкования Писания. Видите ли, многие используют это место для нападок на божественность Ишуа. И я говорю, конечно, об Иисусе из Назарета. Здесь сказано, что когда его называли благим учителем, он отверг этот термин. Он не принимает его. Он разъясняет что-то. Этот человек задает вопрос, и вот в чем проверка. Для чего он приходит к Ишуа с этим вопросом? Действительно ли он признает Ишуа как божественную власть? А потому Ишуа говорит ему, «Что ты называешь меня благим?» Никто не благ, как только один. И кто это? Бог. Не какой-то Бог. А Бог-творец неба и земли. Один Бог. Бог Израиля. И опять-таки, то, что он говорит здесь, вовсе не... «Я отвергаю это описание, это прилагательное, я не благ, только Бог благ, я не Бог, а потому не называй меня благим». Это неверный способ понимания этого места. Но он проясняет что-то. Когда этот человек пришел и сказал, «Учитель благой», понимаете, вот так зачастую люди обращаются к своему учителю в иудаизме, учитель благой. И слово «учитель» тут близко к концепции рава или равинна. Итак, учитель благой. Вопрос вот в чем. Ишуа говорит, «Знаешь, только один Бог благ. Ты обращаешься ко мне как к Богу? Ты будешь слушать, что я говорю и признавать мою власть? Ты веришь в то, что я Сын Божий? Поэтому ли ты пришел ко мне с этим вопросом? Потому что неважно, что говорит какой-то человек, даже и великий учитель. Это неважно. Важен тот, кто является суверенным Богом. Что он говорит об этом? Вот что Ишуа имеет в виду, говоря, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Так ли ты думаешь обо мне? Ты, услышав, что я скажу, покоришься ли мне как живому Богу?» Вот что Ишуа говорит этому молодому человеку. 17 стих, вторая часть. Он говорит, «Если же хочешь войти...» Обратите на это внимание. «Если хочешь войти в жизнь с определенным артиклем...» В большинстве Библии сказано, «Если хочешь войти в жизнь...» без определенного артикля. Но вот что тут сказано. На самом деле, я проверил 30 переводов, и только в одном. Буквально в одном переводе Янга это отражено правильно. Там есть определенный артикль. Почему это важно? Потому что таким же образом сказано и в фразе «Никто не благ, как только один Бог». Артикль обозначает одного истинного Бога. Так и здесь, когда речь идет о жизни, здесь тоже стоит определенный артикль. И этот текст объединяет живого Бога, одного истинного Бога, с конкретным качеством жизни. Хотите ли вы жить качественной жизнью, которую Бог приготовил для вас? И единственное, как это важно, как это можно сделать, и это отражено в данном отрывке. Вот почему начался он с рассказа о маленьких детях. Вы готовы подчиняться власти? Он пришел, мы это увидим. Он пришел к Иисусу из Назарета, к Ишуа Хамашиах, чтобы задать этот вопрос. Что ж, действительно ли он признает Ишуа за авторитет в обеспечении ответа? Этот вопрос надо задать не только тому молодому человеку, но и каждому из нас. Является ли Ишуа авторитетом для вхождения в вечную жизнь и для того, чтобы жить той жизнью, какую хочет Бог в это время? Итак, он говорит ему здесь, если же хочешь войти в жизнь вечную, обратите внимание на ответ, соблюди заповеди. Так ли человек спасается через соблюдение заповедей? Нет. Писание говорит, никто, слышали это? Никто не оправдывается делами, но благодатью. Но мы видим что-то. Что мы видим? Мы видим, что заповеди были даны. Павел учит этому. Мы видим, что основополагающее в законе Моисея в Торе. Закон был дан для того, чтобы указывать на грехи людей. А почему так? Потому что когда кто-то не ходит, послушайте это внимательно, когда кто-то не ходит в вере, он будет в грехе. Только когда я хожу в вере, и слово вера связано с истиной, «Когда я принимаю истину к своей жизни, то есть веру, тогда и только тогда я буду жить не в грехе, а в праведности Божьей». И так он говорит, «Соблюди заповеди». Что я скажу, услышав это? Я скажу, «Я в беде», «Потому что я не соблюдаю заповеди, я грешник». И если вхождение в вечную жизнь, обретение ее основано на соблюдении заповедей, я в беде. Но смотрите, как отвечает этот человек. Ишуа говорит, «Соблюди заповеди». Теперь посмотрите 18 стих. Говорит ему, то есть этот человек, говорит Ишуа, «Какие?» И Ишуа, по сути, сказал ему. Он привел ему некоторые из десяти заповедей. Он говорит, «Не убивай, не прелюподействуй, не кради, не лжасвидетельствуй». 19 стих. «Почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». И все эти заповеди имеют нечто общее. Они моя ответственность перед ближним, перед кем-то еще. Речь не о моей ответственности перед Богом, а о моей ответственности перед ближним. Так, а почему он выбрал этот вид заповедей? Видите ли, многие люди скажут, «Знаете, что касается Бога, у меня хорошо получается соблюдать, я хожу в синагогу или другое место поклонения, я плачу десятины, я щедрый, я стараюсь быть хорошим человеком» и так далее. Я читаю Писание и все такое. Я думаю, дела у меня идут вполне хорошо. Но видите ли, вот проблема. Когда речь заходит о том, чтобы вести себя надлежащим образом в отношении других, это немного труднее. Потому что с людьми мы встречаемся все время. И когда говорится, «Не лжесвидетельствуй, люби ближнего твоего, как самого себя, и всегда, всегда почитай отца и мать, очевидно, что все мы не соблюдали этого». Но вот этот человек, обратите внимание на его ответ, услышав это, 20 стих, «Этот молодой человек говорит ему, говорит Иешуа, «Все это, и это выделяется». Это подчеркивается. Он говорит, «Все это сохранил я». «Сколько времени от моей юности, чего еще, говорит он, чего еще не достает мне?» Что ж, это довольно смелое утверждение. Когда он говорит все это, любить ближнего, как самого себя, чтить родителей, никогда не лжесвидетельствовать, никогда не лгать, все это сохранил он от юности своей. Видите ли, что происходит, когда я слышу это? «Я подпадаю под обличение. Я знаю, что я грешник». Когда я слышу заповеди Божьи, это напоминает мне, и вот что так важно, это напоминает мне о моей нужде в Божьей благодати, о моей нужде в том, чтобы Бог прощал меня. Но этот человек нет. он чувствовал в себе, что он в основании своих дел он приемлем для Бога. Обратите внимание на способность Мессии доходить до самой сути дела и понимать, что внутри этого человека было не так. 21 стих. Иешуа сказал ему, «Если хочешь быть совершенным». Слово «совершенным» означает достичь нужного места назначения, жить так, чтобы это на самом деле соответствовало ожидании Бога. Это же самое слово, которое описывает Иешуа, когда он совершенно, и я хочу это подчеркнуть, «совершенно подчинился своему небесному Отцу, пошел на крест и умер там, отдав свою жизнь за вас и за меня». Когда он сказал последнее слово, «свершилось», это буквально значит «сделано совершенно, совершенно точно, так, как требует Бог». Итак, Иешуа говорит, «Если хочешь быть совершенным», это ли просите вы? Но вот что хотел сделать этот человек, он хотел возвысить себя. Итак, Иешуа говорит, «Если хочешь быть совершенным, вот что ты должен сделать. Пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах и приходи и следуй за мной». Итак, обратите внимание, он получил свой ответ. Как он назвал Иешуа ранее? Он сказал ему, «Учитель благой». Почему это так важно? Благой относится к Богу. Иешуа говорит ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Ты услышал мой ответ, откликнешься ли на Него с покорностью, как на слово, на становление от Бога? В этом суть этого отрывка. Он услышал ответ на свой вопрос. И какая была его реакция на это? Что ж, посмотрите на последний 22 стих. После того, как он это услышав, услышав слово это, молодой человек отошел. Как? Он отошел с печалью в огорчении. Почему? Потому что у него было большое, и здесь применено слово, имение собственности. Он имел много владений. У него было много собственности. Вот почему он известен из Писания как молодой богатый правитель. У него было религиозное желание быть наверху, производить впечатление. Вот почему он приходит и говорит, «Учитель благой». Он сказал, «Это льстя». Вот как поступают многие люди. Они льстят другим для чего? Чтобы манипулировать ими, чтобы те сказали то, что они хотят услышать в согласии с их точкой зрения. Иешуа такого никогда не делал. Он всегда соглашался с истиной своего небесного Отца. Своего небесного Отца. И он смог тут же указать духовную слабость этого человека. Он любил богатство. Любил то, чем он владел. Он не был заинтересован в том, чтобы быть совершенным. Он не был тем, кто собирался подчиняться власти Бога, продать имущество и пойти следовать за Иешуа. Так мой вопрос к вам. А что насчет вас? Вы готовы подчиниться учениям Иешуа, Иисуса из Назарета? Слушаться их с тем, чтобы ваша жизнь была угодна Богу? Понимаете, по сути, это место говорит не о спасении, оно говорит о благоугодном свидетельстве. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа и Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.